всем привет кто уже подтянулся так что мы за обновлены твиче а господи начать рейд было бы кем и кого рейдить не ну кого есть кем нету так окей извините этот параллельно хочу на секунду забежать и получить ежедневную награду в тсо потому что вечером я могу об этом забыть дел много может времени просто сесть поиграть скорее всего не будет так что ок там тем более сюда награда хорошие свитки для повышения опыта если мне не изменяет память правда мне как-то награда которая дальше там же обычно на 30 день какую-то хорошую награду дают есть какая-то мех да чё-то все награды какие-то посредственные одержимая домашняя кошка ну ладно одержимая домашняя кошка это ничего и ящиков много привет хим так смешная шутка прям очень смешная спасибо у меня просто знаешь такой позитивный настрой а благодаря тебе и не только тебе у меня этот супер позитивный настрой не перестает не знаю даже как это лучше выразить в общем у меня постоянно супер мега позитивный настрой я очень рад блатбол это лучшее что есть в моей жизни ты зачем выгнал тян затем что мне хочется постримить вот если тян хочется еще стримить она может пойти гулять и стримить вот она может пойти и постримить на ноуте или она может пойти купить новый ноут и стримить на нем у нее множество вариантов вчера-то был иного настроя это какого перчик что ты сейчас имеешь ввиду наверное на стриме не хватает таблички сарказм извини у нас вчера как раз были разговоры о том что у некоторых людей сарказм и иронии все остальное настолько тонких не всех могут понимать и видимо я теперь обладаю таким же тонким уровнем сарказма и иронии что ты не можешь это уловить извини пожалуйста я подумаю как мне шутить шутки потолще в целом мой настрой перчик не изменился я бы даже сказал он еще еще и усугубился если можно так и выразиться приятного аппетита очень громко но это скорее я тебя понял жизнь перчик это гигантская река фекалий а мы в ней щепки давайте посмотрим стату человека но одна ничья не знаю уж с кем он там играл но в результат для дарков посредственный привет ситар возьмем взятку потому что взятка это всегда хорошо я к тому хочу постремить на твой то тон семена альтова прямо фонтанируешь понимаешь перчик и очень редко бывает возникает ситуация когда человек с радостью идет на работу понимаешь чем дело и я тоже стараюсь не обманывать своих зрителей и не делать вид как будто бы ну не не быть двуличным вот так вот я думаю это не самая плохая политика как мне может показаться как я уже говорил жизнь это череда боли и страданий я пытаюсь найти к этому какой-то как это сказать помягче более разумный подход получается правда посредством но это это уж другой вопрос прям философский смысл да никакой особенной философии нет перчик странно я лет с двадцати четырех двадцати пяти старался не заниматься тем чем могу заниматься с радостью хотя по сути я стал аскетом из-за этого ох знаешь ситар если бы я не стал заниматься тем что мне не нравится я бы уже умер на ферме как-то это мрачновато прозвучало ох уж эти шутехи одна шуте нести другой потратим реролл я уже говорил что в данный момент жизнь мне как-то не приносит удовольствие как бы нет нету вещей которые вообще в принципе приносили бы мне удовольствие извините тут сейчас я думал почему звук такой мои тут жаль конечно что мы потратили рерол но я думаю что нам надо было его тратить слишком рано мы кинули дубль двойки ну вот но это стандартная игра хаосита я думаю ты немного лукавишь но если слишком приличный аспект жизни то по идее все что приносит удовольствие по стен должно смазываться так как мозг привыкает начинает искать новые ну ситар как бы так объяснить при это спалекс здоровый образ жизни мне удовольствие не приносит вот но в плане того что я я не знаю если вообще хотя бы один человек которому здоровый образ жизни приносит удовольствие это все таки весьма неприятное дело как мне кажется это раз значит что там еще стоит такого сказать стримы стримах у меня нет успеха на если у тебя нет успеха в деле которым ты занимаешься очень тяжело получать от него удовольствие на вот я все таки не скрываю что я материалист что там еще из такого что там и и и и и и и и и второе фа взятку улетает все очень плохо а если рассматривать вещи которые для души из-за того что мне приходится заниматься выживанием у меня остается не так много времени чтобы заниматься делами которые позиционируются как для души в этом по-моему и проблема то есть ну как что еще для души ну вот мне нравится проводить например свободное время играя в the elder scrolls онлайн да но как-то назвать это чем-то глубинным генем это просто просто приятное времяпрепровождение но у меня его крайне мало потому что ну мне надо много чем заниматься это грустно как там было это это печально вот спасибо вот 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 не уверен что прям очень сильно надо лететь этим эльфом доджировать другой стороны чайка рерол не тратить редко бывает такая ситуация когда дают сразу так далеко сбежать хаосу вот то есть обычно обычно у хаоса манну как бы возможности для маневра намного меньше ака ты почти доползла за щетки так быстро то это как бы ну так это о том что эльф что-то делает не так если говорить коротко эльф эльф неправильно строит заборчики я такая что на мой глубоко непрофессиональный взгляд только ты точно не слишком увлекся выживанием я думаю что нет ситар предспиритолог не я я пытаюсь найти тонкую грань между выживанием и и и и и всем остальным получается кэш так себе пока что очень неприятный пробой это второй удар эльфа на за матч и пробой это весьма тоскливо выживание и существование какая разница очень наглый эльф эльф тебя заманил туда щас всех замарчат и заставить забить до восьмого и сам занесет первом тайме посмотрим тут вот с месяца назад один такой уставший разочарованный в галерее скинулся да наверное правильно сделал творческой личностью бездельником куратором музея лена на если он что-то курировал то видим он уже не был бездельник у меня такой не пройти непрофессиональный взгляд он трудился получал за это деньги значит он не бездельник нет на мой взгляд есть ты занимаешься трудом который не оплачивают и идет моё сугубо непрофессиональное мнение они идиоты перчика какое-то ко мне отношение имеет объясни мне пожалуйста какую мысль ты пытаешься донести до меня в данной ситуации я не понимаю просто знаешь как говорится слушаю тебя внима точно на вот а и а и 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 мяч конечно выбивается у нас довольно просто к тому что ты жалуешь на ситуацию не меняешь значит тебе норм перчик пожалуйста не надо демонстрировать свое скуда уме бесконечное окей на мой взгляд вот люди которые вещают как ты но это какой-то предельный уровень непонимание жизни а вот не подумай что я хочу тебя как-то оскорбить или обидеть но просто мне кажется что рассказывать об этом в америке на пример это одно а рассказывать об этом в россии это совершенно другое заниматься мотивацией там где что-то можно делать это одно а заниматься мотивации там где ты можешь только выживать это совершенно другое Это путание, не знаю, там, соленого с мягким, например. Зачитайте хорошую цитату, например. Мне очень понравилось. От Романа Карцева. Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним. Он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь. Так-то. И мне, честно говоря, не прибавить, не убавить к этому. Вот сейчас я, например, занимаюсь тем, что не вызывает у меня тотального омерзения. Но так как у меня нет успеха, то я и не могу сказать, что получаю удовольствие. То есть я, конечно, понимаю, что художник должен быть голодным. Но, знаете, кушать иногда тоже хочется. Я, конечно, понимаю, что невероятным мотиватором и гениальным комбинатором голод чужд. Но я человек простой. И мне голод не чужд. Вот. Если бы ты перчик был бы чутка повзрослее и поумнее, и тебе приходилось бы, например, о ком-то заботиться, а вот, ты бы меня понял. Но так как у тебя, видимо, никакой ответственности в жизни нету, то, кажется, голодный сытого не поймет. У меня очень хорошо вспоминаются слова моего отца в свое время. Они прям меня лет в... В 20 они мне многое объяснили прям по жизни. Мой батя сказал мне... Мы с батей общались на его работе. И батя, собственно говоря... Как бы так объяснить? В общем, я спросил у батя, мол, а зачем ты ходишь на работу, которая тебе не нравится? Вот. А батя сказал... Да потому что мне тебя и мать надо кормить. И, знаешь, вот мне на это предъявить было решительно нечего. Вот прям решительно нечего. Вот для меня это было, ну, практически... Ультимативное объяснение, на которое я не мог, в принципе, никак ответить. И я сейчас, спустя вот там много-много лет, я тоже, мне на такое ответить нечего. Я считаю, что это очень адекватная позиция, совершенно понятная, и так далее, и тому подобное. Мы играем в знаменитую гномью тактику, кидаем в 1D. Вот. Предфлекс. Нашли единичку, спустя много кубов. Могли раньше найти. Нормально. Ну, перчик. Идиотам, конечно, жить легче. На мой взгляд, да. С готовностью получаю клеймо полного непонимания жизни и двойчую перчика. Ребята, вот, когда вам кто-то с мотивацией гигантской говорит о том, что надо просто изменить жизнь, вот, покажите мне хотя бы одного человека, который просто взял и изменил жизнь. Вот. Я с удовольствием посмотрю на это. У всех просто возникает такая вещь, как ошибка выжившего. Вот. Люди пытаются понять, как стать успешным, глядя на примеры успешных людей. В то время как, наоборот, надо смотреть на примеры неуспешных людей. В этом-то и проблема главная. Но это очень мало кто понимает. И это трагически грустно и так далее и тому подобное. Если у человека нет ответственности, он всегда может заняться, чем ему захочется. Вот. Вот просто пойти и заняться вот любым делом, которое ему интересно. И ничто не будет ему мешать. Вот. Но если у тебя есть хотя бы минимальная ответственность в жизни, выбора у тебя частенько очень мало. и ты батю с собой не ровняй. Закостенелась. О, господи. Плюс он коней уже менять не будет. О, господи. Пирчик. Даже не знаю, что тебе ответить. У тебя еще есть варианты права на ошибку. Если бы мне ни о ком не надо было заботиться, я бы, конечно, мог бы сказать, что у меня очень много права на ошибку. Если бы я жил бы один, я бы еще мог что-нибудь поделать. Но так как я живу не один, то мне так не кажется. Все, что мне захочется. И было нормально. Сейчас еще и пропустим от эльфов. Будет неприятно. Ну, с дарками играть на старте очень трудно, потому что дарки не ломаются, в отличие от остальных эльфов. Плюс здесь дарки, у которых уже есть хоть что-то. У хаоса вначале ничего нету. Это большая проблема хаоса, можно сказать. Не очень понимаю, зачем он закрыл козла, которым я бы все равно ничего не делал. А, вот. Надо было тратить на блиц эти кубы. Кто же знал? Которая работает. Ну. Я даже не опирчик. У меня такое легкое ощущение, что тебе единственное желание, которое у тебя есть, это попытаться подействовать не на нервы и побздить воздух. Вот. Я, конечно, понимаю, что ты невероятно разбираешься в жизни, и у тебя есть скрытые данные обо всем, что происходит, например, в моей жизни. Вот. Но что-то мне кажется, у тебя данные какие-то не очень верные. Есть такое ощущение. Додж прошел, это приятно. Наверное, надо реролить. Скаттер плохой. Ну ладно. Ну мы проиграли эту игру, скорее всего. Но проиграли мы ее в моменте монетки, потому что против эльфов всегда надо отдавать монетку. Ой, не, ладно. Может еще не проиграли. Ситуация сложная, но сейчас она очень хорошо облегчилась, как бы странно это ни звучало. нам надо просто прокинуть довольно адскую серию кубов и все будет хорошо. Подфартило, подфартило временно. Перчик, так ты не поддерживаешь. Ты уж прости меня, но ты не поддерживаешь. Поддержка это нечто другое. Вот. Ты сейчас не поддерживаешь, ты сейчас я не знаю, что делаешь. Но, короче, к поддержке это имеет очень слабое отношение. давай, забайте меня. На что мне тебя байтит, Перчик? У меня ощущение, что как бы наоборот, это ты меня байкишь. Потому что как бы у меня четкое ощущение, что ты не очень представляешь мою жизнь сейчас и строишь какие-то очень странные выводы. Вот. Ну, конечно, я допускаю, что дарки могут забить двухходовку, но лучше забить сейчас. Потому что сталить я не могу в этой ситуации. Ну, ок. Неплохо получилось. Очень плохой матч внезапно перестал быть таким плохим, как мне казалось. Вот. Спасибо, флакс, как бы. Знаешь, мне даже кажется, что ты в какой-то степени прав. Давай. Ну, честно говоря, мне сейчас довольно сильно поперло. Я отыграл... Я слишком сильно распылился. Это была ошибка. И потом, только за счет серии не самых простых кубов, я вернулся в игру. Вот. просто я могу сказать, что, например, до того, как я начал жить с медведем, самый простой пример, я тратил финансов, наверное, ну, раза в четыре меньше. В три точно, в четыре... Да, где-то в три с половиной. Вот. Это самый простой вариант. Привет, финн. Ну, эльф, конечно, все равно есть возможность забить, понятное дело. Но мы попробуем ему помешать. А кем козлом мы забили? Три, пять, три... Да, другим забили. У нас сейчас куча козлов на грани ловелапа. Козел на MVP, козел на MVP, козел на голе, козел на голе, козел на опасе, там, не знаю, короче, почти все козлы могут апнуться уже после... Ну, короче, с высокой степенью вероятности у нас кто-то может апнуться. я вот что думаю. Вот. Мы можем забить в теории. В теории мы можем забить. хотя это трудно без реролов сделать. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мне надо кидать оба ГФИ. Мы кинули оба ГФИ. хорошо. Так, окей. Можно, можно поиграть теперь. Есть мнение, что... Есть мнение, что эльф двухходовку не забьет. Воин, конечно, молодец, что поймал мячик. Спасибо ему за это большое. Двухходовку эльфам, говоришь, дал. Ну, так, так получилось, Ситар, так получилось. Не, ну, забавно, я не спорю, как бы. Если сейчас эльфы без рерола что-нибудь фейланут, будет круто. По крайней мере, эльфы уже точно не забьют. Вот. Это самое хорошее в этой ситуации. Шельф, по крайней мере, уже, мы уже не пропустим. КОНЕЦ надо подумать над тем, какой розыгрыш лучше. У нас все-таки контакты, то есть, если мы выйдем здесь, то есть, раз, два, три, четыре, пять, вкладка. Для этого надо сделать два удара. Раз, два, три, четыре, пять, вкладка. Да. Да. Ну, как бы... поехали, чё. Эх, не получилось. Не смогли уронить. Уронили бы. Можно было, конечно, сделать сначала удар козлом, потом удар... Ну, ладно. Я не хотел лишние кубы кидать, но вот, жалко, что мы не уронили. Уронили бы блицера. Эх, ну, ладно. Ещё жадность хотела побить, но я решил, что лучше на голос играть. В общем, не всегда работает стратегия сделать как можно меньше бросков кубов. С другой стороны, мы блицера выбили на халяву. Выбивание блицера на халяву, это всегда здорово. как бы это приятный итог. Жалко, что мы много ударов получим теперь. А если мы делали бы блицера на халяву, вот сюда, в этого паренька, то у нас был тот же додж 3+, грубо говоря. То есть, выбор был в том, когда мы делаем додж. А могли вообще без доджа, если бы у нас прошли удары бы. Но удары не прошли, поэтому как бы извините, будет додж. Ну, окей. Ну, с другой стороны, опять же, с учетом того, как складывался тайм, можно сказать, что все было... Это хороший итог. Это действительно хоро... Если бы мы забили бы второй, это было бы идеально. Но такое бывает крайне редко. Хотя, я думаю, что если бы у меня был барирол, у нас шансы на забить были бы очень даже хорошие. Ну, ок. Сейчас от нокаутов очень многое пляшет. Ну, к сожалению, нокауты встают. Поэтому, ребята, как и говорил о данте, нокауты это фигня. Надо пытаться убивать. Ноль, ноль, ноль. Воины у меня не хотят качаться. Я, кстати, все время забываю, что хаоснято может носить мяч воинами. У меня, понимаете, старые нурглицкие привычки. Вот. Вот. А если так говорить про жизнь, ну что, нету, настроения нету, здоровья нету, денег нету, сил нету. Ощущение полной опустошенности. Я не знаю, как это правильнее назвать. Даже не выгорание, это уже что-то другое. Безысходность, да, я думаю, это обычная русская безысходность. Вспоминаешь какие-нибудь старые, я не знаю, ну не очень старые, вот, многие подхейчивают фильм Левиафан, вот, чтобы главный герой нифига не изменился, он просто пил водку и все кончилось плохо. Вот. И типа проблема-то главного героя в том, что если бы он что-нибудь делал, тогда все кончилось бы хорошо. А мне кажется, что нет. Мне кажется, что в любом случае для главного героя все кончилось бы плохо. Вот. Ну что, со здоровьем, слушай, Шедмак, молодость, конечно, я бы не назвал себя уже, правда, молодым, я уже ближе к среднему возрасту. Молодость не исключает разнообразных проблем со здоровьем. В основном проблемы со здоровьем, они возникают даже не то, что из-за возраста, а из-за образа жизни, питания, окружающей среды, генетики и всего остального. Возраст, как бы, это, да, важная деталь, но все остальные, они не менее важные детали. Не очень хочу говорить о своих болячках, но, поверь, их более чем достаточно. Сейчас надо будет очень позиционненько поиграть против дарков, ну вот, и ждать, пока они что-нибудь привезут. Дарки, правда, на мой взгляд, абсолютно не та команда, которая может привезти, но это уж другой вопрос. Дарками играть довольно просто. Перчика, я никогда не верил в российскую пенсию. На мой взгляд, как бы, ждать пенсию в России, это невероятно наивное дело. Ее, ее не будет просто, в принципе. Ну, от нервов тоже достаточно болячек. Ну, просто, например, почему мой батя там ни на какие пенсионные эти шествия не шел? Он мне так сказал, говорит, ну, такая разница, государство в любом случае кинет. Я на пенсию никогда и не рассчитывал. Я считаю, это не очень гражданская позиция, но мне она, например, абсолютно понятна. Понимаете, в нормальном государстве от государства требуется хотя бы то, чтобы оно не мешало. вот. Но, как бы, даже с этим не всегда получается справиться, если можно так выразиться. Так, ты либерал? Нет, я не либерал. Честно говоря, не очень понимаю, как ты сделал такой вывод, но нет, я не либерал. Я и не считаю, правда, слово либерал каким-то ругательным, но я не либерал. Знаешь, как Вижн говорил, я не Альтрон, вот. Я, 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 я не либерал. Не понял, при чем тут либерал. Я тоже не понял, при чем тут либерал, но это уже другой вопрос. Тут, как бы, знаешь, пути перчика они неисповедимы. Вот так вот. В нормальном государстве недопринадлежат народу. Тут слишком много допущений, я бы сказал бы. Да не, Флакс, ты живешь на Украине, у вас там все. Ладно, это старый мемас. Ты не прав, Флакс. Никто не остался довольным. У всех есть ощущение, что их кинули. Проблема только в том, что некоторые ожидали, что их кинут. Неправильно, кстати, толкает, на мой взгляд. Ну ладно. А некоторые как бы это. Топишь за независимость и невмешательство государства? Я либертарианец, перчик. Конечно, не чистый либертарианец, но я и ладно, я скорее центрист. Вот, я скорее центрист. Сейчас всех людей, здромыслящих людей называют либер... Я не знаю, пердун, я не знаю. Здравствуй. Я бы назвал бы себя просто человеком, лишенным большинства иллюзий, связанных с государством. Вот так я бы себя описал. Звучит как-то пафосно, но мне кажется, очень в точку. Вот. Иллюзий я уже давно не питаю. Мне кажется, что если государство может тебя кинуть, скорее всего, оно тебя кинет. Вот. Рерольчик. Это неплохо. Особенно с учетом того, что у него... О, прекрасно. Ой, как у него пробой-то пропер, а? Как у него пробой-то пропер. Это я почти без иронии вещаю. Ай. Ладно. Поднимаем игрока. Ну что, для начала пробуем допойтного козла освободить. Допойтного козла мы, к сожалению, не освободили. Давайте прокинем простой 2D еще. чтобы перекрыть дороги. По-хорошему я хочу еще освободить одного козла. И мы как раз хорошо повязали. Еще их халявный пробой нашли. Вот. Поехали искать ведьму кубы. Тратим реролл. Ну, по старой доброй традиции седьмой армор не трещит, а восьмой армор трещит, ребята. По старой доброй традиции. Ну, как бы у меня уже травма тут нокаут, у эльфа никто не пробивается. Вот это стандартные эльфы дарковые. Вот. Стандартные не ломающиеся дарки. Я за тоталитаризм, но только со мной во голове перчик. Мне кажется, ты просто не имеешь адекватного взгляда на то, чего ты хочешь, поэтому сознательно огораживаешь себя, говоря совершенно чудную версию. как у тебя дела? В принципе, неплохо, Лаиза. Если забыть бесконечные тяги к суициду, то дела норм вообще. Отлично. Знаешь, как говорится, все идет по плану. мне кажется, если человек не может четко выразить свои взгляды на свои желания в политике, он либо их стыдится, либо у него их нет. И мне кажется, что все эти варианты как-то не очень хорошо говорят о человеке. Ну вот да, когда человек пытается высмеять эту тему, это опять же говорит о том, что либо у него нет позиции, либо в его же глазах его позиция очень слабая. Это плохо о тебе говорит Перчик. Если ты не готов всерьез обсуждать политику, то лучше и не браться за это. Не подумай, что я хочу тебя обидеть, мне казалось, что здесь все-таки люди собраны для чуть более серьезных дискуссий, а ты ее сознательно пытаешься свести в какой-то цирк. Не думаю, что это хорошо. Ну, в принципе, неплохо получилось. я согласен с тобой, Ситар. Я с тобой полностью согласен. Два опыта качнули на халяву. По хорошим, наверное, надо делать начинать с этого удара. не получилось. Жадность фраера губит. Жадность фраера губит. Тратим реролл. Это был очень жадный вариант, но он не очень прокатил. Ладно. У нас, если что, было. Ну, не прошел и не прошел тот же. А я вот замечал, что человек, у которого все в жизни хорошо, обычно вообще не интересуется политикой. Я согласен с тобой. На эту тему, вот знаешь, многие остались очень недовольны интервью Кинчева. Очень многие сказали, вот Кинчев нехороший человек, вот Кинчев там, типа тра-та-та-та-та. А на мой взгляд, вот Кинчев прям, знаете, вот говорит, вот там он не может молчать, а я могу. Это была очень хорошая позиция от Кинчева. Там многие обиделись на Кинчева и сказали, какой он недалекий, глупый человек и так далее. На мой взгляд, он, конечно, просто, ну, как это выразиться-то помягче? На бытовом уровне умнее, вот. Вот. Кинчев же поехал на религии давно, да тут дело-то не в религии, тут дело совершенно в другом. Тут как бы прикол-таки с Кинчевым был именно в его гражданской позиции, на которую там люди как-то это неадекватно отреагировали, на мой взгляд. А так вполне даже ничего, вот миллион в БРБ. Милонов в БРБ посмотрел с утра. Еще бы знать, какое отношение Милонов имеет к нормальной политике, ну да ладно. Нет, там у Кинчева спрашивали, типа, вот, что бы вы там сказали Путину, какое у вас отношение там к политике, вот эти все вопросы, вот. Это было весьма забавно слушать, я бы сказал. Как ни странно, я думаю, что это один из лучших вариантов, которые мог прокинуть оппонент. То есть вот закрытие Козла, это... Я могу забить через 3+, 3+, 3+, ну там еще куча 2+, сложный гол, сложный гол, даже с реролом это гол непростой. Ну ок. Хм. Знаете, у меня есть интересный план. Да, у меня действительно есть интересный план. Сначала мы делаем этот удар. Мы поднимаем вот этого Козла. Смотрите. Теперь мы кидаем Блиц. Мой план, конечно, изрядно циничный, но... Мне кажется, что... Он как бы... Повеселее, мне так кажется. И сейчас мы двумя воинами запираем двух Блицеров. Даже, на самом деле, мы трех Блицеров держим. Это хороший размен. А выбить мячик у четырехсильного паренька уже не так просто. Не считая, что надо кидать очень много кубов дополнительных для этого. Ну, дело в том, что... Согласен с плячками, что попытки делать одно и то же не могут привести к другому результату. Ну, понимаешь, СССР Восток? Это абсолютно верная позиция. На эту шкему гуляет знаменитая цитата. Что... Как бы... Если ты делаешь все время одно и то же и ждешь другого результата, то это безумие. Здесь я абсолютно согласен. Дело, скорее, в другом, что не у всех есть возможность пробовать делать что-то другое. Потому что им приходится... Вот... Брать копье и кидать его в мамонта. Им уже надоел этот мамонт. На копье они смотреть не могут. Но им надо кушать. И поэтому им надо каждый день идти и кидать копье в этого гребаного мамонта. Для того, чтобы потом было что положить на стол. Понимаешь, в чем дело? В этом и главная проблема, собственно говоря. Либо ты кидаешь копье, либо ты пытаешься как-то рисковать, и это может кончиться плохо. Вот. Странноватый додж. Да. Да. Но выбить в 1D мячик будет-то не совсем просто. Я по этому воинам и подобрал. Нет, знаете, просто... Выбить мячик учитывая... С пробоем еще. Забавная качельная игра. Вот. С очень смешными кубами местами. Но, с другой стороны, даже если он сейчас подберет мячик... Это не суперстраж. Хотя пробой воина на мече, это неприятно. Пробой воина на мече, это совсем не то, на что я рассчитывал. Ну, оппонент кубы на пробой на драку кидает в разы лучше, чем я. Вот. Это весьма тоскливо. Но, с другой стороны, у меня есть стратегия. Я буду ее придерживаться. Вот. А-а-а! Продолжение следует... Продолжение следует... Приятный пробой. Вопрос только вот в чем. Нам заранее подвести игрока? Или нам сначала сделать блиц? Ну потому что я-то хочу... Либо мы можем вообще встать и просто попытаться закрыть игрока. Что в принципе тоже доступно. Какая стата за эту команду? Да всего одна победа пока. Это даже статой стыдно назвать. Гафает нам в любом случае. Нам наверное... А, сейчас давайте в меч. Здесь все-таки больше кубов кидать. И как бы... Придется потратить переброс, хоть мне это и не нравится. Плохо получилось. Ну у него простой гол. Прям совсем простой гол, я считаю. Но мне кажется, что лучше уж не дать ему кинуть нормальный додж. Ну жаль, конечно. А то есть... У него был шанс успеха не супер большой при блице... Ну да, как бы шансы успеха и неуспеха при блице воина были одинаковые, грубо говоря. На самом деле, даже шансы неуспеха были выше, чем шансы успеха. Ну окей, это качельная игра. У меня к ней... Скажем так, уж больно мне в первом тайме перло. Не могу этого не признать. Сейчас я посмотрю насчет ютуба. Ну и у меня ютуб нормально работает. Без каких-либо проблем. Вот. Привет, Кич. Капка очень долгая. Я не знаю, успею ли я катнуть еще одну катку до прихода... Ну, до матча Диамеда и... Спасибо за фоллоу. До матча Диамеда и Калина. Вот. Надеюсь, Калян сегодня порадует. Много два плюсов сейчас будет. Много два плюсов. Но если он так толкает, то тогда все равно будет немножко... Если он не роняет, то будут проблемы. Или он хочет выйти блицом ведьмы, наверное. Наверное, да. Но при блице ведьмы он не сможет... Дать пас. Странный выбор. Ладно. Кое-кто шалит, наверное. Ибо у меня твич не работал. Привет, Муадиб. Ну, кто знает. Ну, родители так или иначе дают какой-то багаж. То есть, если у тебя большой багаж от родителей, то тебе, наверное, действительно о политике и проблемах думать не стоит. Если родители тебе какого-то багажа не дают, то как бы извините. Ты сам наедине последний рерол. Это прекрасно. Теперь, ребятки, все будет решать рандом. Ну, ладно. А я хотел сначала сделать эти удары, а потом подвести воина на подбор вот этого. Но в итоге мы сразу кинули 1-2 и... Ну, ладно. Забавно. Забавно. Наверное, надо было сначала подвести. Или надо было блицевать воином сразу уж. Не знаю. Мне хотелось воина оставить исключительно как запасной вариант, а он что-то это... А он что-то не захотел. Вот. Точнее, козел что-то не захотел. Хороший нокаут. Очень вовремя. Но, правда, тут на мяче еще будет драка. Вот. Ладно. Я немножко боюсь тут делать какие-либо действия. Поэтому мы очень, очень, очень аккуратненько все делаем. Вот. Я боюсь немножко. Ладно, давайте. Отлично. Еще и... Та, сегодня матч в 5. В 5. В 5. Привет, Flame Warrior. Я думал, в ББ кубы насилуют людей, но я нашел игру получше. Ты какую, Муадиб? Удиви-ка. Удиви-ка. Какую игру ты нашел, которая насилует лучше, чем Blood Ball? Мне очень трудно такую представить, но я готов открыть для себя что-то новое. Ну, понимаете, мы с эльфом поделили все просто. Вот у эльфа был баш, а у меня были эти. А у меня была игра в мяч. Как бы... Надо, надо довольствоваться малым. Кто-то играет в мяч, кто-то играет в баш. С возрастом люди становятся спокойнее и консервативнее. Ну, это тоже, ситар, на мой взгляд, слишком уж зависит от среды. Pathfinder Kingmaker. Я почитал комментарии к Pathfinder Kingmaker. И, честно говоря, я столько прочитал о разработчиках нехорошего, что мне как-то прямо расхотелось эту игру пробовать. Там, как комментарии, конечно, были такие, что... Надо довольствоваться тем, что есть, адаптироваться по ситуации, что кидается, то и кидать. Но в какой-то степени ты прав. Ну, самое прикольное, что у нас сейчас практически любой игрок прокачает. То есть, если левелап не упадет на воина нулевого, то у нас кто-то прокачается обязательно. А что там про разрабов? Ну, вкратце, там идут разговоры о том, что... Вот, ребята, которые занимаются игрой, они очень... Как сказать-то, помягче. В общем, у них есть некоторые проблемы с пониманием того, как строится баланс. Вот. Ну, пас удался, в принципе. Единичку опыта за него не дают, но пас удался. Это, как говорится, лучше, чем ничего. Вот. Ещё и фалит. Я смотрю, он очень сильно на меня обиделся. Но это удаление. Не то, чтобы это на что-то влияло, конечно. Но это удаление. Так, ладно, ребятки. Сейчас я пытаюсь понять, как нам заработать побольше опыта. Пока не очень получается. Ладно. Так, это у нас пятиопытный. Так. Придётся делать подбор. И он, он не получился. Не подкачаем единичку опыта. Привет, Атакон. Спасибо за фоллоу. Ну, я ещё дошёл до подземелья с кобальтами. Так вот. Вообще, хз, как разматывать их. Куча кастеров с пеноми-гордов, а кастеры как-то жестковато. Ну, вот я слышал о том, что играть в игру очень неприятно именно из-за того, как устроены бои, и не только. Вот. Ну, у нас, как я и сказал, один игрок почти 100% накачался. Ну, с высокой степенью вероятности. Ну, посмотрите. 64 отбора, 5 нокаутов, 1 травма. 27 отборов, 3 нокаута, 1 травма. При том, что у меня пробоя было в два раза больше. В общем, эльфы оказались весьма крепкими. Но мы лучше играли в мяч. Вот. Ну, там разговор о том, что бои необоснованно сложные. А, вот. Не ладно. Давайте блок возьмем. Я, конечно, помню наставление о том, что в любой непонятной ситуации надо брать... Надо брать Горда, первые 4 апа. Ну, ладно. Это очень печальная для нас игра. Нулевые Кемри, это... Это не тот матчап, в котором мы сильны. Вот. Ну, ладно. Мне что-то надоело. Это фэнтези. Хочется чего-то технологического. В крайнем случае фэнтези, но с закосом про технологии, про будущее типа Вахи. Я понял, в свое время хотел поиграть в Инквизитора Мартюра, но он у нас до сих пор так и не открылся. Вот. У них не проблема с балансом боев, у них проблема в крайне дословной экранизации модуля одноименного. Ну, скажем так, я слышал что людям в игре кажется что драки местами слишком сильно зависят от удачи что конечно неплохо там чет понимать делать и так далее но от удачи зависит очень многое то есть я конечно ничего не могу сказать я просто я посмотрел несколько стримов и вот я ловил себя на мысли что в одной ситуации человек проходит с одного раза а другой человек 20 попыток проигрывает при том что в принципе их взгляды на игру местами очень даже похоже ну вот я бы так это объяснил я понимаю что так так себе объяснение но у меня просто создалось такое впечатление привет джебкер но мне shadowrun кстати ребята скажу честно не особо впечатлил то есть я когда играл в shadowrun я как-то это игра вроде с одной стороны хорошая с другой стороны вот как-то мне дайте тех техно техно гомоэротизм не особо нравится ну это шутка понятное дело но вы поняли о чем я 35 ладно меняем на трешного но это же аспект dnd ну имеется ввиду что как в блат боуле слишком многое зависит от кубов очень сложный матч-ап потому что по силе мы тут как бы это ну вот мы мне вот даже игровой процесс мне в shadowrun не более-менее неплохо зашел но я играл shadowrun гонконг и мне как-то вот гонконг техно и эльфы у меня за эти шаблон трещал в эти моменты ну вот шаблон сильно трещала в эти моменты мне такое не очень нравится ну вот вот да flame warrior это действительно правда я думаю что дословные порты приключения с мастером это две больших разницы как говорят в одессе плохой ивент для нас я еще подойду а Продолжение следует... Я бы еще сказал, что очень многое зависит от подачи. Ну, наверное, да, Рейвен. Нет, это отдельная часть, по-моему, Адиб. То есть вот... Есть некоторые вещи, которые... Вот, например, хороший пример первый Blood Bowl. Вот, например, первый Blood Bowl я играть вообще не мог, потому что ужасный интерфейс, кислотные цвета и еще куча разной неприятной хрени. Вот второй Blood Bowl в этом плане выглядит в разы более приятным, как мне кажется. Нет, Перчик, мне так не кажется. Игры с кубиками бывают вполне приятные. Вот, например, как я не перестаю говорить, Армелла. Вот у меня, например, Армелла, как игра с кубиками, очень даже нравится. На мой взгляд, Армелла, как игра с кубиками, прекрасная игра. Вот. В Армелла прям заходишь с удовольствием. Армелла. Продолжение следует... Мы сейчас, конечно, очень наглые кубы кидали Но как бы в этом есть смысл Окей Всю грязь накидали Ты входишь в Армелла, Армелла входит в тебя плохими кубиками Не, не знаю Я бы не сказал, что... Очень-очень-очень плохие кубы в Армелле Нет, мне так не кажется Пусть попробуем, вроде, здесь раскачки Валерии или как ее там Сейчас же козла зарежет Это было сознательно, чтобы он не освобождал игроков В итоге у меня на козле два игрока, и он не зарезал Как бы тычку надо еще прокинуть Это был сознательный риск, как и то, что я здесь подставляю игроков Все, как бы я контролирую ситуацию, спиритолог Привет, Анкес Ну я не знаю, по-моему, то, что я сделал практически в два раза больше ударов, чем ты А у нас одинаковый пробой Говорит просто о том, что У тебя, например, плохо игра... Шла игра в мяч Ну вот Ну, зато хорошо игра шла в пробой И наоборот Говорится, такое случается Ты знаешь, как говорят девушки Проблема не в тебе, а проблема во мне Ну или что-то типа того Очень странно играет оппонент Потому что сейчас я могу организовать очень много хороших кубов Даже при том, что мы играем, в принципе, в меньшинстве Ну не знаю, если бы я забил бы второй тайм В конце первого... Ну, второй гол в конце первого тайма То я можно было бы поговорить на эту тему А так, как-то не знаю Это ошибка, кстати Он неправильно сделал все Ну ладно Сложно Очень много пробоев поймал оппонент в какой-то момент Как бы мы за мяч сейчас в любом случае зацепимся Я в этом нисколько не сомневаюсь Но из-за двух шальных пробоев Сейчас у него есть хорошая возможность Немножечко поживиться нашей... Нашей тушкой Сложное выбивание мяча Другой вопрос Нужно ли нам такое выбивание мяча Будешь нам просто сделать блиц и сесть на мяч? Ну, понятно, короче На мяч мы... На мяч мы не сядем пока что Пока что на мяч мы не сядем Жаль Три плюс два Д... Да я видел, Колян Мне не хотелось кидать эти три плюс два Д в мяч Мне показалось, что это плохая идея Вот Если бы воинам не подошел ГФИ бы не было А если бы я воинам не подошел Воин бы стоял без дела, грубо говоря Просто без ГФИ мяч... Без ГФИ еще и мува у козла Да, но как бы... Если у меня дольше не прокатывает То позиция плохая Это раз Во-вторых, как бы кидать... Ну, я просто небольшой любитель кидать три плюс Ну, вот Я не любитель кидать три плюс И это моя... Это... Моя проблема Ну, вот У меня комплекса, связанные с бросками три плюс Не, там можно было, типа, ворваться через Даджи так Ну, как бы... Опа Что еще наглый парень Ну, как-то слишком много пробоев у него ральнулось В какой-то момент Сейчас еще клетка встанет И за мяч будет цепляться совсем трудно Ну, в общем, сейчас придется играть в 1Д, пытаясь бороться с мумиями Надеюсь, что он здесь что-нибудь пофейлит Но что-то как-то пока надежд мало Самый обидный, что он скелетикам дал эти кубы Вот Не... Не... Либо обои, например, у которого блок А скелетикам Ну, ладно, не В мяч-то мы летим пока что Только у нас, конечно, команда как-то подвязана Не очень хорошо Какой-то очень хороший пробой Очень хороший пробой Девятый армор не держит Ну, наконец-то Он освободил О, он реролит удар Абсолютно бессмысленный Не знаю, зачем Но еще и на окопание Понятно, зачем Не, Ситар, у него отличный пробой Здесь без вариантов Пробой у него Очень хороший У него практически каждый удар Это вот что-то Трещащее Я бы сказал А у нас Что-то как-то Говно с лопаты Вот В общем, видимо, надо было Блицевать все-таки в мяч О, мы качнули Воина Приятно Две единички опыта Лишними не бывают Еще и без Регена Вдвойне приятно Вопрос Возвращаться ли нам Назад Или не возвращаться Ну, здесь, наверное, все-таки Есть смысл встать По понятным Причинам Ну, неплохо Две единички опыта Это хорошо Но против Кхемри Конечно, матчап Дико неприятный Он хороший Только если Кхемри Мяч не поднимают Такое происходит Крайне редко К сожалению С учетом того, что оппонент еще и не кидает 1-2 пока что У нас как бы все совсем грустно Что означает название стрима Слегка не понимаю Ну, я разбанил несколько людей Ну, довольно много людей я разбанил Ну, вот И я сейчас пытаюсь проверить свою психику на прочность То есть Я предлагаю Патролить меня Если вдруг я на кого-нибудь сгорю Я подарю ему подписку на Твиче Ну, вот так вот Правда Меня тут недавно ругали За то, что я Как это сказать Помягче Сейчас я попробую подобрать формулировку Меня тут ругали За то, что я не очень понимаю Иронию и сарказм Со стороны Ребят с Руба Бээл И Что я к ребятам с Руба Бээл Отношусь Слишком Предвзято Вот И Вот Сегодня Сегодня А, не, да Сегодня ночью Например, первый человек Которого я разбанил с Руба Бээл Он пришел И первое его сообщение Было Привет А дальше был одновременно Мат и оскорбление Я вот пытаюсь понять Как бы Так ли я предвзят Может быть Я действительно Как бы Плохо отношусь к людям И это Совершенно Не Не Заслуженно Сложный вопрос Понимаете Вы знаете Типа А вдруг Проблема на моей стороне Все-таки Я допускаю Такую мысль Вассага я тоже Разбанил Но просто Знаешь Я всех на гудгейме Разбанил Поэтому Вассага Он как бы Это Считаешь Ты считаешь Это полуслучайный Разбан Вот Не ладно Отведю Так он добегает Он добегает Ладно Я хочу Козла освободить При этом Ты играл в ББ Ну как тебе Сказать Жапкер С учетом того Что он В принципе Просто Подтвердил Мои Взгляды На Некоторые Вещи То как бы Ну че Мне надо было Расстраиваться Как-то Понимаешь Мне рассказывали Про то Как я некрасиво Себя веду А через секунду Человек Первым Сообщением Шлет меня В пешее Путешествие Мне Мне наоборот Показалось Что это Весьма И весьма Забавно Вот Ну ты взял Какого-то Не Почему отморозка Вот Ситар Вот А вдруг Learn And La-la-la Увидит То Что Ты назвал Его Отморозком Ты не думаешь О том Что ты заденешь Его чувства Не Ну вот Серьезный Ситар Learn And La-la-la Мне не кажется Как ты выразился Отморозком Вот Мне он кажется Глубоко Непонятым Человеком Давай так Это характеризуем А ты так грубо О нем Типа Отморозок Вот Не ожидал Не ожидал Ну потому Ну потому Ну потому что Только систематические Выводы Ну Ситар Мы подождем Еще кого-то Из Вот этих Товарищей И Посмотрим Как бы Какая будет Реакция Нам вообще Выгодно Прокинуть ГФИ И уронить Вот эту Мумию Но мы можем Не прокидывать ГФИ И уронить Вот эту Мумию А вот Здесь у нас Удара пока нету Но мы можем Его создать Давайте начнем С простого Удара Который Не требует От нас Дополнительных Телодвижений Теперь вопрос Из ГФИ Но я думаю Что начать Надо с этого ГФИ Как с более Важного И его Есть смысл Приролить Чтобы не терять Позицию Это очень Приятный Нокаут Это очень Приятный Нокаут С другой Стороны У нас Такая Погода При которой Даже Самый Приятный Нокаут Может Обернуться Чем-то Не очень Хорошим Вот Но это я так Как бы К слову Как бы Не стоит Доверять Хорошим Нокаутам Вот Вот что Я могу Сказать Я не На все Сообщество Ситар Ты Ты Не прав Вот Я согласен С тобой Что Навешать Я думаю Что даже По одному Поступку Не стоит Навешивать Ярлэк А вот Это 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 Сложный Многогранный Вопрос Жаль Что не пробили У нас Все-таки Армор Там Вроде Был Покрепче Но У нас Два Воина Освободилось То есть Как бы Пространство Появилось Какое-то Скажем так Ну Потеря Двух Козликов Пусть даже Один из них Был с блоком Это неприятно Какой Хороший Подскок Какой Хороший Подскок Жаль Если бы Подскок Зафэлился А шансы На это Были Вполне Приличные То мы Могли бы Прямо Заставить Его Еще Потерять Позицию Но Не Прокатило Давай Не будем Споминать Руслана Для меня Адольф Уже Очень Давно Мертв Когда-то Он был Действительно Неплохим Человеком Хорошим Там Стримером И так Далее И тому Подобное А Сейчас Ну Так уж Сложиваешь Что Он Для меня Мертв Поэтому Давай О Мертвых Либо Хорошо Либо Никак Что Было То Было Что Что Поделать Вот Если бы Он Сейчас Мискликнул Было бы Очень Круто Нет Я Я Я Я Считаю Что Скажем Так Наиболее Активные Люди В Сообществе Rubo BL Вот Ну Которые Там Создают Лицо Rubo BL Они Как раз И есть Такие Вот Токсичные Элементы Если Можно Так Выразиться Вот У меня Так Ощущение Как-то Очень Хорошо Парень Кидает 1D Лучше Меня Ширзо История С Русланом Да Там Дело Даже Не В Миллионе Там Дело Много В чем С Эти Одни Шестерки В 1D Очень Скилловый Парень Намного Скилловее Меня Намного Скилловее Меня Я все Жду Когда он Начнет Фейлить 1D Кубы А он Знаете Как Как Назло Не Фейлит Ты Вот Что-то Как-то Блин Даже Неприятно Он Не 2D Не Фейлит Не 1D Не Фейлит Это Это Сильно Ну Конечно Мумия Свободная Есть Но Сейчас Надежда На то Что Ничего Ни Протупит Вот Хода Два Назад Токинул Два Две Очень Важные Шестерки Потом Бам В 1D Ну Он Кинул Сейчас По Больше Таких Важных Моментов Ну Ладно Руслан Тут Опять Побанил Я Честно Говоря На СК2 ТВ Так Давно Не Был Что Прям Не 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 Что И Как У Него К сожалению Для меня СК2 ТВ Уже Давно Собственно Говоря Отсутствует В плане Приоритетов Я не знаю Или чего Там Но Двоечка Устраивает Его Страшно Правда Что я могу Встать И выбить Мяч А Вот В теории В теории У нас Сейчас Есть Возможность Выбить Мячик Пусть И не Очень Простая Это Неправда Стэнсон Насколько Я Знаю Это Неправда Ну Надо Кидать Оба ГФИ Ну Ладно Ситуация Конечно Не очень Приятная Но В теории Если оппонент Не прокинет Блиц В 1D То Мы Можем Отбиться В защите Но Заметьте Что Он Всего Один Герол Потратил За весь Стайм Очень Скиллова Трудно Играть Против Такого Игрока Ну Ну Нормально Нормально Как вы видите Он Он Задефился В этой Ситуации Ну Ну Очень Пятерки Пятерки В красные Не Ну Что-то Прямо Как-то Это А ты Сколько Потратил А я Практически Дефался И не делал Никаких Сложных Движений Я Ничего Потратить И не мог Ты Не можешь Потратить Реролы Если Ты Не бросаешь Кубы Но Я смотрю Как бы И второе Твое Сообщение Уже Идет В каком-то Оскорбительном Тоне Не очень Понимаю Зачем Ты Это Делаешь Наверное Есть Какая-то Очень Важная Причина Мне Ее Правда Не Уловить Но Ну Рерол На это Дело Тратим В любом Случае Нам Надо Клеиться На мяч Иначе Мы Точно Пропускаем Ну Мы Кинули Две Единицы На Двух ГФИ Бывает Ну С учетом Того Лерн Что Ты Поставил Звездочки А Вчера Ты Назвал Меня Хуйлом Есть Легкое Подозрение Что Проблема Не во Мне Не знаю Может быть Ситар Конечно Тоже Ничего Не Понимает И Как И Я Увидел Собственно Говоря Плохой Тон Там Где Его Не Было Мы Ситар Не Очень Обучены Культуре Ты Можешь Дать Нам Какие То Уроки А Мы Тебя Послушаем Жаль Томб Встал Али Баба Удален Но У него Один Томб С погодой У нас У нас Никто Без Погоды У нас Не Встал Лажный Козел Ну Ладно Но Сейчас Все Решится Не В этом Раунде То есть Мы Сейчас Попытаемся Нанести Какие Удары И Получить Успех Но Я Чего-то Сомневаюсь Это Нормально Это Нормально Окей Окей Это Многое Объясняет Я не знаю Может быть Ты С Украины Тогда Это Еще Бо Больше Чего Объясняло Так Пять Опыта Так Козла Нафиг Так Три Опыта Три Опыта Три Опыта Блин Может Пас Попробовать Сделать Да Давайте Лучше Не на удар Лучше На пас Отправим Потому Что Пас Будет Приятнее В плане Прокачки Я так Думаю По мнению Лерна Я могу Назвать Ребята А может Не будем Называть Друг Друга Потому Что Меня Вот Например Воспитывали Так Что Это Не Очень Хорошее Слово И Употреблять Его Не Стоит Я Конечно Не Как это Говорится Не Не Претендую На Моралиста Года Но Все Идеальная Защита Это Неприятный Ивент Ну Как бы Окей Мы Сяно Нанесем Свои Удары Только Мы Их Нанесем Видимо Меньше Чем Планировалось Вот Вот Этого Козлика Мы Отправляем На Пас Ребята Не Надо Агрессировать На Лерна Какой В этом Смысл Ну Человек Да Приходит Хамит Что С него Взять От Того Что Вы Хамите Ему В ответ Мир Как-то В лучшую Сторону Не Изменится И Вряд ли Он Будет Менять Свою Позицию По Этому Вопросу Если Человек Не Воспитан Ответ На Агрессия Не Сделает Его Намного Воспитаннее Вот Что Я Думаю Не Супер Сложная Позиция Как Мне Кажется Какой Хорош Скелет По которому Мы За Девять Кубов Ничего Не Нашли Давайте Ей За Двенадцать Кубов Готово На Скиле Опа Травма Но Это Реген Но Это Два Опыта Два Опыта Это Приятно К Двум Опыта У Меня Никаких Вопросов Нету Так Ну Что Давайте Попробуем Пофармить Пасы Мы Качнули Вот Это Здорово Вот Это Здорово Хороший Ход Не знаю Я не думаю Что В оскорблениях Есть какой-то Опыт Но К сожалению У нас Очень Большие Проблемы У нас Минус Войн Хаоса Минус Два Игрока У нас До сих пор Не встал Нокаут А Оппонента Минус Томп Минус Томп Это Конечно Неприятно Но Не критично То есть Проблема В том Что У нас Просто Минус Четыре Игрока А у него Минус Два Играть В меньшинстве Против Кхемрей Это Весьма Прохладное Занятие И я Боюсь Что нам Надо будет Ну Посталить В этой Ситуации Мы не сможем Нам Надо Думать Как мы Постараемся Забить Двух Двух Или Трех Ходовку Проблема В том Что для этого Нужны В общем Вполне Неплохие Кубы Сложная Ситуация Там Где Ее В общем Не Ждали It's not Good It's not Good Очень Мало Игроков Для того Чтобы И драться И работать С мечом Мне так Кажется У меня Нету Какой-то Светлой Мысли По поводу Того Как мы Должны Лететь В Атаку Ну Посмотрим С Диамедом Стартуем По Расписанию Окей Колян Окей Как Скажете Я надеюсь Я надеюсь Что я К этому Моменту Как бы Успею Отыграть И Все Такое Подобное Но Мы Рискуем Потому Что Я Собираюсь Тупо Заносить Двухходовку Ну Конкретно В этой Ситуации Это Очень Неприятный Ивент И Я Конечно Не Выстроился Против Блица Но Мне Кажется Что У меня На это Были Вполне Внятные Основания Но Теперь Да Теперь Проблема В том Что У нас Нету Прорыва По Флангу У нас Скорее Всего Нету Меча И Как Нам В этой Ситуации Забивать Гол Пока Не Очень Ясно Ну Нет Ладно Окей Теперь Стало Полегче Теперь Стало Полегче Особенно С этим Пробоем Ой Ой Ну Тут Прям Я Даже Не Знаю Ладно Теперь Теперь Можно И Забить Наверное После Этого Можно И Поиграть Мы Сейчас Конечно Будем Рисковать Через Додж Но Как бы Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Сейчас Надо Подумать Насчет Оптимального Хода Я Не Хочу Чтобы Он Освободил Скелетика В случае Чего Отлично Тратим Рерол Нам Надо Тратить Рерол Если Мы Хотим Играть На Две Единицы На прием Это Совсем Не Те Кубы Которые Мне Хотелось Получить Вот Ну Как Бы Окей Так Получилось Сейчас Просто Проблема В том Что Еще Одного Зомби Ну Одного Скелета Могут Поставить На мяч Это Совсем Не То Чего Я Ждал Теперь Будут Проблемы Довольно Приличные Критическая Неудача С Двумя Единицами Вот Я Честно говоря Тоже Не очень Понимаю Зачем Люди Так Сильно Ругаются Из-за Лерна Ну В том Плане Что Как Бы Так Как Он Относит К Костяку Старичков Нет Ладно Ладно Нет Опять На меня Все Обидятся Из-за Этой Фразы Вот Скажем Так От Него В принципе Ожидаешь Вот Так Стоит Сказать Будешь Леб Болеть За За ЦСКА С Реалом Или Есть У них Шанс При травмах Белла Я думаю Что На этот Матч Как минимум Стоит Посмотреть Потому Что По этому Матчу Станет Ясно Могет ЦСКА Или Не Могет ЦСКА Это Прям Действительно Игра В которой Очень Многое Станет Понятно Я Вот Например Думаю Что ЦСКА Не Особо Могет Но Я Вполне Допускаю Мысль Что Я могу Ошибаться То есть Гончаренко Интересный Хороший Тренер Вот Я максимально Наглый План Пытаюсь Реализовать Так Тун 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 Да Ну Ё Теперь Может И нет Смысла Реализовывать Самый Наглый План Потому Что Мы Уже Потратили Рерол И Тратить Рерол На Вкладку Мне Не Хочется То есть Я Хотел Дать Вкладку Воину И Подкачать Воина Но Так Как Воин Не Смог Справиться С Мечом То Теперь Есть Проблема Скелетик Скелетик В идеале Конечно Надо Ронять Давайте Уронили Я Не Хочу Допускать Еще Одну Мумию К Мечу Он И Так Скорее Всего Поднимется С Блица Даст И Освободится Но Как Бы Очень Очень Много Накосячили На Подборе Меча Подбор Меча С Четвертого Раза Это Плохо А Вот Это Хорошо Это Хорошо Что там Было Про Костяк Стариков Нет Скорее Не Про Костяк Стариков Мне Кажется Что Наибольшие Любители Поболтать На Рубо БЛ К сожалению Могут Только Болтать Есть У Меня Такое Ощущение Я Сейчас Не Кидал Еще Одно ГФИ Это Уже Опасно Иначе Я Просто Совсем Хотя Я И так И так Скорее Всего Уйду В отрыв Вопрос В том Как бы Нам его Реализовать Хорошо Гол Гол Мы Забьем Вопрос В том Сможем Либо Выиграть В этой Игре На Гол Очень Похоже У нас Это Качнувшийся Парень Вот Это Единственная Проблема Не Хочется Качать Козла Который Прокачан Но Как Б А Какой Выбор Выбора Никакого А вот Это Кстати Ошибка Потому Что Теперь Он Позволяет Мне Как Минимум Тут Да Ладно Скил Скил Согласен Ну Ладно Мы Освобождаем Игрока В любом Случае Это Нетрудно Страна Что Он Стал Кидать Эти Кубы До Удара 2D Который В теории Более Безопасный Ну Мне Так По крайней Мере Кажется Человече Перестай Кидать 1D Так Хорошо Так Мумия Мумия Ну От Мумии Мы Отрываемся Гол Мы Пока Не Забиваем Вот Нам Важнее Повалить Будет Вот Этого Парня Ладно Так Давайте Делать Блиц Здесь Ладно У нас есть Свободный Козел Скелетик Здесь Может Сесть Здесь Скелетик Может Выбить Но Наверное Лучше Не Бить Ладно Стоим В целом В целом Позиция Неплохая Мы Забьем На 12 Ход Потом У нас Будет 4 Хода На То Чтобы Ответить Вот А Че Ты Не Ходишь На Питерские Сходки На Что Я Там Забыл Ну В плане Меня Один Раз Приглашали Только Меня Пригласили За Часов 10 До Сходки А У Меня Уже Были Дела На Сыдущий День А Так Как Я На Форуме Не Сижу В Дискорде Не Обитаю У Меня Нету Знания Когда Эти Сходки Проходят И Все Такое Подобное Надо Наверх Кидать Чтобы Не Перекрывать Путь Да Боюсь Что Сейчас Нам Придется Потратить Не Ну Ладно Еще Пока Не Надо Шанс Есть Посмотрим Ну Это Кстати Хороший Ход В том Плане Что Он Помарчит Сразу Двух Игроков Короче Нам Надо Сейчас Через Блиц Не Найти Двойки Единички На словах Это Не Очень Сложно Ну Кстати С другой Стороны У него Тоже Один Рерол Остался У Него Тоже Один Рерол Остался И Это Неплохо Если Мы Хорошо Поагрессируем Но Опять же Все Будет Зависеть От Этого Наоборот Нам Надо Сделать Так Все Будет Зависеть От Того Кто Встанет Кто Не Встанет Погода Вот Я не люблю Такую Погоду Потому Что Она Очень Рандомная Привет Дио Забиваем Потому Что Нам Это Выгодно Я Дио Чуть Чуть Может Припозднюсь На Вашу Игру Но Как бы Все Норм Встал Козел Так У меня Все Игроки На Поле У Него Минус Скелеты Блицра Еще Минус Ну Ладно Ладно Так Три Опыта Три Опыта Окей Удачи Тебе Диамет Сегодня Я Буду В тебя Верить Вот Так Вот Я Надеюсь Что Ты Смож Остановить Эту Машину Если Я Не Смог То Осталось Только Два Избранных Которые Смогут Это Ты И Это Ситар Вот О Ситар Ты Тут Ситар 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 Ты Тут Есть Вопрос Вот Ситар База Вызывает Ситара Ситар Тебе Предлагают Сегодня Сыграть После Игры С После Игры Диамеда Вот Тебе там Вашберн Отписал Что он Вроде Как Это Может Может Ой Взятка Ой Тачбэк Ну Нет Ну Это Ну Не прет Не прет Конечно Три Тачбэка Мне В то Самое Место Ну Ладно Не Ну Нас Больше Опа Ух Ты Ух Ты У Нормально Нормально Парень Сегодня я уже анонсировал пассфайндер И где-то полчаса назад проверял и не было Но вот я только что проверил и увидел Ну Ну ладно Наситар Окей Жаль Конечно Просто там еще Не Ну как бы Ладно Это не так страшно Я надеюсь Что вы какое-то время найдете Просто там я чувствую Опять в четверг Будет три игры И это Не Не кайф Вот Что-то нас хорошо наваляли Конечно Ну ладно План Понятен На самом деле План действий Сейчас Абсолютно Понятен Наш единственный Козел Который умеет что-то делать Полетел в отяду На самом деле Мы сейчас будем делать Самое наглое В этой ситуации Смотрите Знаменитый мув Мув имени Диамеда Практически Давайте Не Были тройные кубы Там Ну спасибо Что принял взятку 1-1 Ну да Ладно Это не мув имени Диамеда Извините Я Я немножко Переоценил Свои навыки До Диамеда До Диамеда Мне еще Очень далеко Находит Очень хорошие Кубы Вот Пока что У него Один рерол То есть Мы сейчас будем Просто нахрапом Пытаться Заставить его Ошибиться То есть Нам надо Кровь из носу Выбить мячик За два хода И тогда От этого Танцевать Вот Но это трудно Это трудно То есть Нам сейчас Придется кидать Кучу 1Д Вот Ну оппонент Правда Неплохо С этим Справляется Как вы видите Для оппонента Кидание 1Д Это нетрудная Вещь 1-1 Это ничья Которая Как победа Только знаешь Обычно Добавляют Вот по этой Игре Там Тра-та-та-та-та Вот Как у нас Тут Любят У нас Есть Свои Заготовленные Фразы На такие Моменты На самом деле Сейчас Как бы Есть смысл Покидать 1Д Потому что Хоть это И риск Но Вопрос Там Хочу ли Отдать Кубы В мяч Вот Это Самая Главная Тема Сейчас Тратим Реролл Продолжение следует Продолжение следует Ладно Ладно Ребята Теперь Пришло Время Самого Важного Мува В нашей Жизни Давай Блок Против Неблока Да Блок Работает Так Вот Ладно Стоим Нормально Блок Себя Показал Окей На самом деле Большего От блока Я просить И не мог Поиграть На победку Даже без Рерола Мы можем Кемри Сейчас Только и Могут Что цепляться За Ничейку И то Как бы Такую Мех Нам Просто Сейчас Придется Покидать Немножко Грязи Вот Это Это Нормально Кемри Точно Не играют На победу Кемри Уже Смирились Ребята По кемрям Видно Что они Уже Все Как бы Спеклись Вот А теперь Нам Нам Просто Надо Показать Немножко Скилла Вот Немножко Немножко Скилла Ребята Если мы Покажем Немножко Скилла То все Будет Хорошо Нам Сейчас Нужно Искать Скаттер Если Мы найдем Скаттер То Жизнь Будет Хороша Вот Хемри Предлагают Нищу Ни Кем Хемри Не предлагают Нищу Хемри Умоляю Это ничье Это Разные Вещи Ситтер Ладно Я Я спокоен Все хорошо Так Ладно Нам Нужно Немножко Грязи А Вот Ладно Это Это Не Немножко Грязи Ладно Я Хотел Оттолкнуть Чтоб Потом Ну Ладно Ладно Скаттер Скаттер Не очень Скаттер Нет Это Ничья Ребята Видимо Это Ничья Жаль Надо было Отводить Игрока Короче На гол Я сам Виноват Предлагаю Хемри На удачу Получили Свою Ничью Не Был бы Скаттер Наружу Я бы Почти Наверняка Имел Очень хорошие Шансы Помахаться Но так как Вместо Скаттера Наружу Мы получили Заворотник То Как бы Да Извините Жаль Жаль Ну короче Хемри Да Хемри В общем Это Хемри Еще решили Пасами Покачаться Напоследок По красоте Ну что Давайте Православные Вперед Патриарх Кирилл Зовет Давайте Напоследок Напоследок Я покидаю Кубы Немножко В мумии Ну ладно Плохая Ничья Могли бы И на победку Поиграть Мне кажется Я в первом тайме Сделал Плохие Решения Как бы Окей Ну что Давай Маленький Смелый Козлик Сейчас Нас зло Должен Убить Вот Как я Это Угадал В очередной Раз Там Маленький Тебе Даже Блин Выкупать Надо Подумать Может У меня По-моему Денег Не будет На выкуп Ну ладно Не Выкупать Ради Двух Опыта Вот так Всегда И бывает Ребята Я Просто Знал Что Сейчас Он Пробьет Как Опытный Игрок В Bloodball Я Предсказал То Что Сейчас Будет Пробитие Вот Как бы Этого Не Заполучить Этому Нельзя Научиться У кого-то Вот Если Ты Отыграешь В Bloodball 500 игр В ландере Как я Например То Этот Навык Как бы Появляется Начинаешь Видеть Кубы О Третий Подбор В 4 Плюс С первого Раза Ну Хоть Пас Не Получился Кем Риски Ну ладно Ну игра Была Равна Играли Два Башара Как Сказал Ой Кстати Ребята Рекомендую Вам Да Не Не Будем Покупать О Зато У нас Воин Качнулся Давайте Пасаем На Воина Если Отыграешь Тысячу Игр Становишь Экстрасенсом Ну Зависит От того Вашу Ты Вкладаешь Очки Навыков Вот Можно Вместо Экстрасенса Стать Чит Машины Как Ситар Вот Сейчас Будем Смотреть Матч Только Я Сначала Берем Четвертую Ловкость Ладно Нет На самом деле На самом деле Действительно Можно Подумать Я Я Конечно Понимаю Насколько Это Странно Но На самом Деле Ладно Я Я Подумаю Я Подумаю Это Сложный Выбор